Доброго времени суток! В данном видеообзоре я расскажу вам о четырехканальном предусилителе для наушников компании Behringer HA4700 PowerPlay XL. Давайте подробно рассмотрим органы управления и коммутации данного устройства. На тыльной стороне устройства расположены входной блок MainIn, состоящий из пары балансных XLR-разъемов и пары серво-балансных TRS-разъемов. Выходной блок MainOut по аналогичной схеме состоит из пары балансных XLR-разъемов и серво-балансных TRS-разъемов. Также на тыльной стороне панели присутствуют четыре дополнительных канала на двух моно-TRS-разъемах каждый и разъем для подключения сетевого провода. Давайте посмотрим на фронтальную панель для лучшего понимания возможностей маршрутизации данного устройства. В крайней левой части находится MainSectionBlock, который содержит входной стереоканал DirectIn, выполненный на базе стерео TRS-разъема, при подключении в который происходит разрыв канала MainIn и мастер-каналом, посылаемым на все четыре мониторных линии, становится сигнал, приходящий с канала DirectIn. Рядом находится регулятор MasterLevel для управления громкостью DirectIn канала. Выше находится четырехсегментный светодиодный индикатор уровня, а также индикатор питания. На каждом из четырех мониторных блоков присутствуют выход на наушники на базе стерео TRS-разъема, AUX-IN вход также на базе стерео TRS-разъема, регулятор баланса между левым и правым каналами, подаваемыми на наушники, а в случае, когда находящаяся рядом кнопка нажата в монорежим, баланс выстраивается между каналами Main и AUX-IN. Стоит отметить, что при работе в стерео режиме есть возможность отключать правый или левый канал. Также для каждого мониторного блока индивидуально присутствуют регулятор низких частот, регулятор высоких частот, регулятор громкости наушников и восьмисегментный светодиодный индикатор уровня выходящего сигнала. Behringer HA4700 PowerPlay Pro XL прекрасно справится с задачей маршрутизации мониторных каналов для наушников и идеально подойдет для небольшого музыкального коллектива как в рамках студийного производства, так и концертной деятельности. Всего доброго, смотрите наши видеообзоры на сайте popmusic.ru. Субтитры создавал DimaTorzok